Средства индивидуальной защиты в период пандемии – предмет первой необходимости. После некоторой растерянности на рынке масок, предприниматели Чувашии решительно взялись за дело. Появились даже принципиально новые модификации. Вместо ткани для их изготовления используется пластик. О преимуществах таких масок расскажет моя коллега Юлия Важенина. Она собирается очень просто либо самим покупателям, либо она собирается непосредственно у нас. Пока я с вами разговариваю, я в принципе уже собрал. После этого на нее укладывается фильтрующий материал и маска закрывается. Ее можно согнуть точно по своему лицу, сгибаете и она уже работает идеально под ваше лицо. Как вы уже поняли, речь идет о новых масках. Сделаны они из пластика, собираются как оригами. Эти маски многоразовые, их можно мыть, обрабатывать антисептиком. Можно даже деформировать, с маской ничего не случится. Автор идеи Дмитрий Белостоцкий. Мы поставили перед собой задачу сделать маску, которая будет очень быстро производиться, которую можно производить из самого разнообразного исходного сырья, и которая при этом будет очень эффективна и будет действительно предотвращать передачу инфекции от человека к человеку. Через две недели после рождения идеи появилась первая партия. Сейчас здесь собирают ежедневно по 8 тысяч масок. Процесс очень простой, делается заготовка на оборудование, потом эта заготовка собирается вручную, складывается. Производят маски уже три недели, поставляют их и в другие регионы нашей страны. Санкт-Петербург, Белгород, Воронеж, Москву. В развернутом виде по форме эта маска напоминает мне бабочек. Смотрите, вот даже крылышки такие есть. Всего маски выпускаются в четырех размерах. Мужская, женская, для школьников. И вот такая вот совсем крошечная, для совсем маленьких деток. Неделю назад производители получили сертификат соответствия изделия. 200 этих масок уже подарили волонтерам, 50 сотрудникам ГИБДД. Сейчас здесь занята разработка щитков. Это уже второй прототип. Он анатомически подогнан и, если пофантазировать, напоминает шлем из «Звездных войн». Производители даже называют его «Мандалорец». Сила прибудет с тобой. Возвращаясь к маскам из пластика, стоит отметить, они не относятся к медицинским. Предназначены для ношения в общественном транспорте, на заводе, магазинах. И удачно дополнят ассортимент уже выпускаемых в республике гигиенических масок. На территории Чувашской республики на 29 апреля 131 швейный ателье и организация выпускает маски защитные, гигиенические. В день мощность составляет 300 тысяч. Для сравнения, за тот период, пока мы находимся на самоизоляции, производство выросло почти в 8 раз. Но не следует забывать, что в период пандемии маски не сделают вас неуязвимыми. Это лишь дополнение к другим средствам защиты. Мойте руки, обрабатывайте все антисептиками, исключите лишние контакты.